Это горы Абзакова, территория братской Башкирии. По прямой отсюда до магнитки не больше 40 километров. Тот, кто наблюдал красоты Дамбая или Прейльбрусья, согласится со мной, ледников не хватает, а так точка в точку. Ну а кто привык завтракать на берегу Женевского озера, скажет, вторая Швейцария, а может быть первая? Я приношу глубочайшие извинения, друзья, за отрязку кадра, но снимаем этот репортаж в необычных условиях. Мы поднимаемся на горнолыжную трассу, на самый верх, при помощи мощного Урала, и мы поднимаемся уже около 8,5 минут. А поднимаемся по будущей трассе с лалома-гиганта, по которой горнолыжник будет мчаться, ну, считанные секунды. Для того, чтобы подняться один раз, вот наверх, ему придется уплатить аж полторы тысячи рублей на новом подъемнике. Ну, плюс экипировка, лыжи, горнолыжный костюм, 5-15 тысяч. Я понимаю, что за секунды удовольствия нужно платить, но, я думаю, вы со мной можете согласиться, не очень-то и большие деньги. Мы поднимаемся пока бесплатно на Урале, и самочувствие на высоте нормальное. О том, что женщин нужно беречь, тем более таких, как Елена Аркадьевна, в прошлом превосходная горнолыжница, мы знали всегда. И потому, во время подъема, рассказывать об особенностях трассы она могла только из кабины Урала, где нас с вами не было. Зато на обдуваемой всеми ветрами вершине горы Шайтан мы душу отвели. Как здесь будет трасс конкретных на главную сторону? В этом году будет у нас 4 трассы. Слалом, слалом гигант и скоростной спуск. И трасса слалома новая у нас, около детских дач. Там, в принципе, будет не детский, а будет типа стадиона, будет освещение, люди могут кататься в темное время суток, около дом отдыха, рядом очень удобно. В том, что мы с вами увидимся будущей зимой, у меня сомнений нет. А как прошла та зима? Та зима прошла очень хорошо. Народа было очень много, желающих, на лыжи поставили очень много. Работали? Ну как, немножко есть, но больше держались на энтузиазме. Тянуть людей, полюбили, чтобы горные лыжи, как-то могли войти на наши проблемы и помочь, кто как может. И научить людей. Каталось очень много детей. Сначала приезжали мужья, привозили жен, потом детей, родственников. И получились, выезжали, стали семьями. Гора Шайтан мне, как и многим магнитогорцам, известна с начала 70-х годов. Владимир и Николай Новиковы, один из которых мастер спорта, стали первооткрывателями этой горнолыжной трассы. Несмотря на феноменальные природные условия, скоростной спуск с этих склонов шел в велотекущем режиме. И хотя горячим энтузиазмом местных горнолыжников можно было бы растопить окрестные снега, ничего у них не получалось. Не было денег. Кто высек искру, из-за которой горнолыжный огонь охватил тело инженерного корпуса АО ММК, сейчас никто и не помнит. Трассовый бум начался два года назад. Вот его результаты. Доставка будет другим видом транспорта. Каким? Воздушным? Да, в основном, скорее всего, воздушный будет вид транспорта, то есть вертолет. Так какая отметка, на какой высоте она? Она находится, если не изменяет память, на 360 метров отсюда. То есть это вот спуск самый крутой здесь, да? Да, она длиной, по-моему, 1200 метров и высотой вот 360 метров. Вы сами занимаетесь горнолыжами? Нет, нет, не занимаюсь. А вы? В этом году попробовал один раз. Понравилось? Понравилось. В этом году постараюсь с самого вверх спуститься. Кто принимает участие в сооружении этой трассы? В сооружении этой трассы, значит, принимает участие, ну, заказчик-то, наверное, сам АО ММК считается-то. Мне интересуют наши иностранные друзья. Это Словакия, фирма Татарапома. Они, я понял, так с ними заключен контракт. По уровню комфорта и природным условиям, а здесь применимо такое понятие, как перепад высот, и он в Абзаково превосходный, комплекс должен стать лучшим в Уральском регионе. И потому уже со следующего года здесь решено зарабатывать нормальные деньги, чтобы частично окупить затраты и содержать себя. Трехэтажная гостиница. Прокат на 400 комплектов горнолыжного снаряжения. Рестораны, бары, кафе, регулярный транспорт. Все это должно привлечь внимание не только южноуральцев, но и тех, кому пограничный шлагбаум отрезал дорогу на горнолыжные курорты. В Цахнадзоре, Бакуриане, на Чингам и в Карпаты. Но все это возможно только в том случае, если в организме горнолыжного комплекса будет нормально работать система кровообращения, где сердцем является подъемник. Чем не устраивает старый подъемник? Во-первых, у него количество людей пропускаемость намного меньше. У нового подъемника будет в 4 раза больше. И тем самым, что у нового подъемника будет накопитель. Бугеля будет собираться в одном месте, и человек может подойти, взять любой бугель и забираться на город. Вы застали то время, когда на магнитке пробовали самодельно эти вот ботинки делать, лепить Новиков Володя, да? Да, я у него начинала заниматься сама, маленькая была, в третьем классе училась. И мы с ведер делали ботинки, отливки. Были лыжи, были сами, как говорили, на метр с кепкой, а лыжи были в 3 раза больше. Через сколько лет нужно ждать магнитогорских ребят в сборной России по гонолыжному спорту? Долго ждать не надо. Два года назад наши ребята и младшие, и средний возраст, на первенстве России, были лидерами. Когда магнитогорские Александры Жировы, сестры Перчаткины появятся. Вот теперь проблема решена будет с подъемником, с трассами. Будет освещенная трасса, которая нас очень выручит. Дети будут тренироваться даже в вечернее время. Отдыхающие, допустим, попозже разделим промежутки времени. И наличие большой трассы. Самое главное, что есть трассы, будем тренировать детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!